Здравствуйте! В эфире программа «Про здоровье» и с вами Раиса Киян. Сегодня у нас в студии участковый терапевт Анвар Зорбекович Тамербулатов. Здравствуйте! Здравствуйте! Анвар Зорбекович, расскажите, пожалуйста, кто же такой на самом деле терапевт, чем он занимается и с какими проблемами к нему стоит приходить. Врач-терапевт – это специалист, который занимается лечением консервативно, выявляет заболевания, занимается профилактикой заболеваний внутренних органов. Заболеваний, которые лечит терапевт, их много. Это патологии сердечно-судистой системы, респираторной системы, гастроэнтерологии, эндокринной системы и так далее. Пациенты приходят, начиная от острых респираторных вирусных жалоб, то есть это общая слабость, утомляемость, миология, повышение температуры, кашель и так далее. И уже далее важно, чтобы он вовремя посетил терапевта, чтобы в дальнейшем уже предотвратить ряд осложнений, посетить врача, чтобы это все не закончилось уже как бы каким-то грозным осложнением. И для этого и помогает врач-терапевт их уже правильно направить к узким специалистам, если есть необходимость, или же заниматься профилактикой лечениями данного заболевания. То есть можно сказать, что врач-терапевт – это такая некая отправная точка для пациента, чтобы ему правильно понимать, в каком направлении двигаться, куда дальше идти, куда дальше идти. Это многофункциональный врач, к которому обращаются пациенты в первую очередь, когда посещают поликлинику, больницу и при возникновении каких-либо проблем. Объясните, почему и зачем нужно заключение врача-терапевта, например, перед операцией? Вроде бы все анализы мы сдаем, да, кардиологов, ЭКГ, ЭХО, да, все анализы крови мы тоже сдаем. Почему именно нужно заключение от терапевта? Заключение от терапевта влияет на тактику проведения оперативного вмешательства, а также профилактирует возможные осложнения в ходе оперативного вмешательства. Например, если же взять золотой стандарт кардиологии, коронарангиографии, перед этим вмешательством пациент проходит ряд обследований, исследований и так далее. Одна из исследований, которая является гастроскопией. Гастроскопия нам позволяет увидеть состояние слизистой желудка, нет ли там эрозии, язв, что уже может в ходе процедуры под действием кроверожайших препаратов дать кровотечение. Вот это такое самое грозное осложнение. И пациент вплоть от минимальных до максимальных осложнений, там может даже закончиться уже летальным исходом. А бывало ли такое вообще, может быть, в вашей практике, когда приходит к вам пациент, да, перед тем, как ему нужно какие-то операционные вмешательства производить, бывало ли так, что разрешение вы не давали? Разрешение я выдавал всем, но были пациенты, которым я не выдавал разрешение. Это на основании клинических, лабораторных, инструментальных диагностических данных. То есть у меня были пациенты, которые в ходе процедуры гастроскопии выявили эрозии, язвы. Я их уже направлял на лечение к узкому профильному специалисту. Если это какая-то там мягкая патология, эрозия, уже как терапевты самостоятельно с этим справляются и лечит данное заболевание. И после уже лечения они повторно сдают данные, ну, гастроскопию, и далее уже терапевт точно ему даст заключение о том, что у него нет противопоказаний к оперативному вмешательству. Такой еще тоже может быть праздный интерес. Почему все-таки необходимо получать справку у терапевта для бассейна? И вообще нужна ли такая справка? Начнем с того, что бассейн – это является место, где мы можем прихватить ряд заболеваний. Это бактериальные, вирусные заболевания, грибковые заболевания. И справка нам нужна при посещении бассейна для того, чтобы исключить, как бы предотвратить, что человек является носителем инфекции. Это могут быть заболевания, начиная от острых респираторных инфекций и заканчивая там кожными инфекциями. Это ветрянка, корь и другими заболеваниями, как чесотка, педикулез и так далее. Поэтому мы всегда требуем справку для того, чтобы предотвратить носительство инфекции от пациента. Мы с вами поговорили, чем занимается врач, терапевт, как происходит его лечение. Когда вообще, давайте поговорим о такой истории, как диспансеризация. Когда вообще необходим диспансерный учет терапевта? И как вообще происходит сама процедура диспансеризации? Начнем с того, что диспансеризация – это система мер, направленных на сохранение, в первую очередь, здоровья населения, предупреждение заболеваний, снижение рецидива заболеваний, возможных осложнений, снижение смертности, инвалидности и улучшение качества жизни населения. Диспансеризации от 18 до 40 лет проходят пациенты раз в 3 года, и далее уже после 40 лет они проходят ежегодно диспансеризацию. Это нам нужно для того, чтобы на ранних стадиях выявить те или иные хронические неинфекционные заболевания и вовремя их предотвратить. Вообще полезна ли такая история, да, диспансеризация, расширенная диспансеризация для тех пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией? Однозначно да. Вот с момента пандемии, как бы, наши утверждения первичного звена – это поликлиники, это амбулатории под контролем заведующих поликлиник, заместители амбулаторной поликлинической службы главного врача. Мы тесно занимаем именно диспансеризацией пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Туда входит та же диспансеризация. Первый этап – мы сдаем общие анализы, плюс ЭКГ, флюорография, тест 6-минутной ходьбы. И уже в ходе этого первого этапа у пациента, которые перенесли коронавирусную инфекцию, мы уже назначаем там показатель Дедимира, который нам дает риски развития тромбов, узнать там точность тромбообразования. И далее уже в ходе уже процедуры, вот первого этапа, мы уже выявляем ряд пациентов, у которых есть риски, подвержены хроническим заболеваниям. И далее этих пациентов для уточнения диагноза и дальнейшей тактики Ведены мы направляем на второе этап уже диспансеризации. А туда уже входит у нас эта эхокардиография, ОЗИ сердца КТ легких, там ОЗИ сосудов нижних конечностей и уже к необходимым узким профильным специалистам для уточнения диагноза. Так мы помогаем пациентам предотвратить на ранних этапах данные осложнения или заболевания и профилактировать. Как часто вообще взрослым нужно посещать терапевту? Или вот пока ты не заболел, ты не пойдешь? Или вот как часто нужно это делать? Ну да, это, конечно, индивидуально у каждого. Мы сейчас разговаривали про диспансеризацию. И вот в ходе диспансеризации уже как бы врач смотрит, осматривает пациента и уже решает, как часто пациент должен наблюдаться у терапевта. Это пациенты, если там с хроническими заболеваниями, у них идет как бы постепенное наблюдение ежегодно, ежедневное, ежемесячное и так далее. Ну, от степени поражения каких-то там систем в нашем организме, либо же как бы от ремиссии стойко-нестойко, смотря как бы, исходя из этого, мы уже решаем. Расскажите, пожалуйста, к вам приходят уже разные на самом деле пациенты. Все-таки важен ли какой-то психологический фактор на приеме с пациентами? Психологический фактор очень важен в работе с пациентом. Ну, в медицину начнем с того, что это как бы в первую очередь это диалог между человеком и человеком, медработником и пациентом. И когда к нам на прием приходят пациенты в панике, с жаловами, что им плохо, ничего не помогает и так далее, наша задача – это успокоить в первую очередь пациента, полностью осмотреть его, объяснить течение заболевания, тактику ведения. И так как эмоциональный фон пациента, она уносит такой динамический характер, и уже постепенно с тиханием острой патологии их отрицательный фон плавно переходит в положительный. То есть получается все-таки успокаивает. Да, получается. Но есть еще, конечно, надо акцент сделать на контингент пациентов, которые как бы с онкологией, пациенты с иммунодефицитом вирусной, и с ними уже как бы мы разговариваем уже индивидуально. Объясняем, успокаиваем, потому что эмоциональный фон очень важен. Если у нас стабильный эмоциональный психологический, психоэмоциональный фон стабильный, тогда пациент может жить долго и счастливо. На данный момент у нас есть много препаратов, которые позволяют удерживать заболевания без обострения, примесий и так далее. Как-то так. Какой процент все-таки населения у нас, когда у нас больше всего болеет? Зима, весна, осень? Когда все-таки мы понимаем, что у нас заболеваемость сейчас идет в разы больше, чем, например, весной или осенью? Когда это происходит? В основном тут все по-разному. В основном болеют осенью, зимой. И с начала пандемии уже за последние 3 года, там уже непредсказуемо и болели и осенью, и весной, и летом. Главное профилактировать все заболевания, ходить вовремя к врачу-терапевту и быть здоровыми. Как вы считаете, какие группы населения все-таки подвержены вирусным инфекциям, чем больше, чем кто-либо остальные? Самые большие степени, которые подвержены вирусной инфекции или другим заболеваниям, это прежде всего дети, это беременные женщины, это пожилые люди, это пациенты с хроническими заболеваниями, например, гипертоническая болезнь, ЭБС, сахарный диабет, это работники общественного транспорта, также и медики. Но медики вообще находятся в эпицентре всех заболеваний, да. Удается вам самому как-то не заболеть? Вот, например, да, сейчас у нас была, скажем так, эпидемия гриппа. Вам как-то удалось это все избежать? Или все-таки вам тоже, к сожалению, вы заболели? Ну, конечно, я тесно занимался профилактикой своего здоровья. Мне удавалось, потому что у нас в Одинцовской больнице, в том числе и в Московской области, есть пункты вакцинации, пункты прививок. Если прививаться вовремя, сезонно и вакцинироваться, там одна компонентная, два компонента вакцина, и можно снизить там риски, там, осложнение каких-то от вирусов инфекций. Поэтому, как бы, я тоже вакцинировался, я за вакцину. И чтобы пациенты с хроническим заболеванием, прежде всего, пациенты с сосудистыми заболеваниями, они, прежде всего, должны быть вакцинированы. Для того, чтобы на фоне этих гипервоспалений, оно негативно влияет на сосуды сердца, сосудистые эндотели, что может привести к гиперкоагуляции, то есть тромбообразованию, таким грозным осложнением. И для этого, как бы, нужно вакцинироваться, выполнять все рекомендации терапевта, не отменять самостоятельно препараты. И как-то так. Вот как раз, да, мы говорили про диспансеризацию, да, какой-то психологический фактор сообщения с пациентами. А все-таки с чем связана утомляемость, какая-то нервозность, рассеянность? То, что все равно за собой рано или поздно начинаешь замечать, что ты становишься каким-то утомляемым, ты быстро устаешь, ты раздражительный, хотя ничего такого не происходит. Вообще с чем это может быть связано? При появлении первых признаков утомляемости, рассеянности, какие-то головные боли, головокружения, конечно, мы в первую очередь исключаем какие-то там иммунодефицит, витаминодефициты. Это могут быть тяжелые депрессии, психоэмоциональная лоббильность, какие-то пароксизмальные вегетативные пароксизмы, начиная с панических атак. И заканчивая рядом хронические заболевания, которые могут привести именно к усталости, сонливости, слабости и так далее. Это могут быть анемии в ходе диспансеризации, что мы проверяем по общему анализу крови и биохимии. Это могут быть заболевания щитовидной железы, гипотирез, например, которые могут дать тоже так же усталость, раздражительность и сонливость. И вплоть до как бы других заболеваний важно, чтобы пациент обратился к врачу, он осмотрел его полностью, расписал дальнейшую тактику ведения и лечения, на основании уже лабораторных диагностических и объективных данных уже выявить причину вот этой усталости, рассеянности и какой-то потерянности. В основном это как удается? То есть это лечение препаратами, скорее всего, да? Нет, это в первую очередь, это модификация образа жизни, это здоровый сон, это здоровая пища, рациональная, дробная, это ходьба. Например, пациентам, сердечно-сосудистым пациентам, например, это ходьба не в длинное расстояние, там хотя бы 10-20 минут в день вышли, скандинавская ходьба, например. И далее уже, конечно, мы на основании лабораторных данных, если видим какой-то гиповитаминоз, а-витаминоз, мы уже дальше назначаем уже препараты для восполнения дефицита витаминов. Это могут быть витамины железа, там В12 и так далее, витамин Д. Помогают вообще такие витамины? То есть многие, почему я спрашиваю, потому что многие пациенты верят и действительно систематически пропивают курсы витаминов и так далее. А многие в это не верят, говорят, что это просто очередной БАД, который никак не помогает нашему здоровью. Вот вы как считаете? Я считаю, что как бы самостоятельно витаминотерапией заниматься это не стоит. Это нужно строго по назначениям, по увиденным лабораторным данным, увидеть дефицит, какой степень это дефицит, там умеренность, средняя степень, тяжелая степень тяжести, которая уже может быть выражена осложнение, там выражены какие-то там события. Как бы мое мнение, что нужно объективно смотреть на лабораторный показатель, исходя из этого, уже нужно компенсировать и назначать в лечении данного гиповитаминоза или авитаминоза. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то профилактика, чтобы уберечь все-таки наш организм в период сезонного построения? Вот мы с вами говорили, что есть сезон осень, зима. Какая вообще все-таки существует профилактика? Профилактика – это вовремя прививаться, как я говорил, вовремя вакцинироваться, это здоровый образ жизни, это избегать переохлаждения, потеплее одеваться, как мы уже ранее говорили, при первых признаках остро-респираторную вирусную инфекцию посещать терапевта, дабы предотвратить какие-то грозные осложнения. Они в основном поступают уже на этапы, когда уже осложнение, когда уже воплечены верхние дыхательные пути и внешние дыхательные пути. Но важно все-таки посетить врача в этот период, потому что если вот эту ступеньку как бы мы переступим, и не придет пациент как бы на прием, это может закончиться вплоть до каких-то там грозных осложнений. У вас есть вообще какой-то свой личный рецепт, как защитить свой иммунитет? Мой личный рецепт, ну это вот, как я вам говорил, здоровый образ жизни. Я каждый день хожу на работу пешком, от работы до дома пешком. Это для меня какой-то стимул, чтобы я был в тонусе, как говорится, здоровым тонусом. Здоровый организатор, здоровый дух. Не важно даже, да, снег, дождь, все равно. Да, вообще не без разницы, шарфиком укутался и пошел. А для пациентов, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или же другими заболеваниями, ходьба даже в какой-то степени даже им полезна. Если, конечно, у них нет никаких ограничений, это в виде там одышки, там боли загруденной, там нестойкое обострение, там цинокардинопряжение и так далее. Ходьба полезна, потому что при ходьбе у нас как бы работает, что как бы повышается уровень хороших холестерин, понятным языком, это липопротеды высокой плотности, который уже может в свою очередь снизить плохой холестерин. Это при ходьбе, при физической нагрузке уже как бы хорошо у нас работает желчный пузырь, о чем мы говорили ранее, там усталости, утомляемости, тошнити и так далее. Какие-то убираются стоянные проявления. И даже мы можем исключить какие-то там, не принимать какие-то препараты, там желчегон, например, потому что это все может дать как бы здоровый образ жизни. Ходьба, например. И из своего личного рецепта я в день по две кружки чая пью с имбирем, лимоном и медом. А холодной водой обливаетесь? Холодной водой, да, я люблю ходить в баню, в русскую баню. Хожу и как бы закаляюсь уже, там, постараюсь два месяца хотя бы один раз посетить. Ну, в общем, в основном это такой здоровый образ жизни, да? Образ жизни, да. И посещение терапевта на диспансеризацию. И далее уже как бы терапевт вас точно направит, куда вам нужно. Ну, и еще любят лечиться народными средствами. Вы вообще как к этому относитесь? Вообще, может быть, какие-то самые нелепые или, может быть, какие-то самые распространенные заблуждения о заболевании, о профилактике заболеваний? Слышали когда-нибудь своих пациентов? Да, ну, начнем с того, что нужно дать должное народной медицине, потому что этими методами лечились наши деды, прадеды, прапрадеды и так далее. Но в наше время уже есть ряд клинических рекомендаций. Это крупные исследования, рандомизированные на каждый препарат, есть даже исследования. И сейчас наше время, конечно, лучше, как бы в моей тактике ведения пациентов, это чисто доказательная медицина. То есть есть препарат, есть доказательная база, есть комментарии, что этот препарат работает и было исследовано, исследовано на нескольких тысяч пациентов и так далее. В наше время, конечно, я рекомендую посетить врача-терапевта грамотно, который может уже сам дифференцировать различные заболевания, вплоть до сердечно-судистых, гастроэндокринологических и респираторных заболеваний. Почему это важно, например? Вот пациент, например, жалуется после приема пищи на боли в желудке. Он начинает лечиться своими какими-то народными средствами, обезболивающими там, а эта боль не проходит. Он начинает еще раз обезболивающим лечить. А в итоге что оказывается? Он не пришел к терапевту, это все скинул на гастрит, очередное обострение. У пациента после 40 и у кого там высокий риск осложнений сосудистых, там у пациента может быть инфаркт нижней стенки, что может закончиться летальным исходом в течение 2-3 дней. Поэтому очень важно посетить врача, чтобы он вас вовремя обследовал, вовремя направил вас куда надо, и чтобы предотвратить вот этот ряд осложнений, и учитывая все эти риски. И, ну, народным, если вернемся к народным методам, как бы, честно, в свое время, как бы, я, например, не занимаюсь народными методами. Для меня это уже, как бы, я даю должное, это прошлый век и так далее. Сейчас у нас много хороших препаратов, много проверенных исследований и так далее. Так что посоветую всем принимать все по рекомендации врача. Было ли такое, когда к вам приходили, например, пациенты и говорили, вот я пью, там, чай с ромашкой и там еще что-нибудь, да, что-то такие, какие-нибудь травушки, да, лечебные, а вот лекарства я вообще не буду пить, это неправильно. Но вам получалось убедить пациента, что нужно действительно следовать рекомендациям врача, специалиста, который точно и грамотно распишет лечение и вылечит, а не какой-нибудь чай с мятой или с лимоном? Хороший вопрос. Были пациенты, которые приходили, в основном это пациенты старше 65 лет, там, бабульки, дедульки, мне очень интересно с ними беседовать. И они вот говорят, я пью вот такой-то там чай, настойку и так далее, мне помогает, но все-таки жалуются на там боли за грудиной и так далее, на одышку, отеки нижних конечностей. И вот я им сижу и объясняю, рисую, показываю всю схему, показываю какие-то исследования, обследования, доказанность препаратов, что нужно принимать вот этот препарат. Он доказан на столько-то пациентов, если вот этот препарат не принимать, могут быть риски там осложнений грозных и так далее. Бывали такие пациенты тоже, которые самостоятельно отменяли очень важные препараты, например, это после стентирования, после инфаркта миокарда стентирования, где они должны в первый год получать двойную антиагрегантную терапию, это кроверазжижающие, они самостоятельно отменяли из-за того, что как бы у них из нос, например, кровь пошла. Но мы, конечно же, должны учитывать все риски, и предполагаемая польза у нас выше вот этого кровотечения. И как бы мы должны смотреть, чтобы устранить причину этого заболевания, направить, например, к лору, ухо-горлу, например, если какое-то там заболевание по его степени, если гастро, там гастроэнтерология, устранить причину, а потом уже начать принимать прием препаратов. Но полностью их отменять, конечно, тоже нельзя. Это все строго по посещениям терапевта и по его назначению. То есть терапевт назначил, терапевт и отменял. Да, если терапевт, например, не будет справляться с той или иной задачей, он уже смело может направить их к узкому профильному специалисту, который уже будет компетентен в этих вопросах, и правильно распишет тактику ведения уже в дальнейшем, когда что отменять, когда снизить дозировку и когда что добавить, на каком этапе лечения, например, того или иного заболевания. Анна Варсурбекович, спасибо вам большое за столь интересную, действительно полезную беседу. Пожалуйста, и вам спасибо. Будьте здоровы и посещайте терапевта. Ну а с вами была программа «Про здоровье». Берегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!